Над Польшей пронесся шторм и торнадо. Из-за непогоды люди остались без электричества. Польша 17 лет назад вступила в Евросоюз. В Польше выросли цены на продукты. Уровень инфляции бьет все рекорды. Польша получит 770 миллиардов злотых от Евросоюза. Это самое большое финансирование в истории ЕС. На Майювку можно было вакцинироваться от COVID-19 без очереди. Ожидать прививки требовалось несколько часов. В годовщину принятия Конституции Польшу посетили президенты соседних стран, в том числе и Украины. А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. С вами Несерович Екатерина и это новости in Poland. Мы начинаем! В Польше отметили принятие Конституции Речи Посполитой. Этот день был праздничным в Польше с 5 мая 1791 года. Потом он не раз отменялся. Во время разделов Речи Посполитой в дни господства на территории Польши Третьего Рейха, а потом в годы влияния коммунистов. Но с апреля 1990 года поляки вернули себе этот государственный праздник – День Конституции 3 мая. Польша по праву гордится Конституцией 3 мая. Это была первая в Европе писаная Конституция и вторая в мире после знаменитой американской. В торжествах по случаю 230-летию Польской Конституции участие приняли президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Украины. Польша может получить крупнейшее в истории Евросоюза финансирование – около 770 млрд злотых. Средства в большей мере предназначены на ремонт больниц, модернизацию школ, реконструкцию национальных и локальных дорог и железных дорог. Воеводство получит деньги пропорционально количеству жителей. Например, в Великопольское воеводство может попасть около 70 млрд злотых. Власти воеводства планируют инвестировать в развитие сельского хозяйства, инфраструктуру, цифровизацию, окружающую среду, образование, здравоохранение и новые рабочие места. В рамках бюджета ЕС Польша может рассчитывать не только на невозвратные средства из нововлетней финансовой базы, но и на деньги, выделенные в фонд реконструкции. На основании этого фонда правительство разрабатывает национальный план реконструкции. Он призван укрепить экономику страны и позволить быстрее выйти из кризиса, вызванного COVID-19. На майских праздниках над Польшей пронесся шторм. Специальные службы говорят о сотнях и интервенций, тысячах людей без электричества. По состоянию на воскресенье без электричества осталось более 19 тысяч людей. В Люблинском воеводстве в селе Терешполь образовалась торнадо. Ветер ломал деревья, срывал крыши и повреждал транспортные средства. По предварительной информации, повреждены 15 крыш жилых и 17 хозяйственных зданий. Самое главное – пострадавших нет. С 1 мая в разных городах Польши начали работу мобильные пункты для вакцинации населения от COVID-19. По словам пресс-секретаря правительства Польши Петра Мюллера, такой способ позволил гражданам, которые желают пройти вакцинацию, получить прививку от COVID-19 без предварительной регистрации. Люди могли получить вакцины Johnson & Johnson, которые требуют одноразового введения дозы в организм. Вакцинироваться можно было просто прогуливаясь по городу. Необходимо было взять с собой документ. В Польше цены на потребительские товары и услуги бьют рекорды. В апреле уровень инфляции вырос на 4%. Это самый высокий уровень с марта прошлого года. Инфляция, скорее всего, в мае продолжит расти, считает экономист Банка ПКО Адам Антоняк. По его словам, апрельский уровень инфляции не только превзошел ожидания рынка, но и впервые с марта прошлого года превысил 4%. По его мнению, это заслуга более высоких цен на топливо, которое подорожало на 28%. Польша уже 17 лет является членом Евросоюза. Она вступила в ЕС вместе с Кипром, Чехией, Эстонией, Литвой, Латвией, Мальтой, со Словакией, Словенией и с Венгрией. Это было крупнейшее в истории расширение ЕС. Правительства стран Центральной Европы смотрели на интеграцию с европейскими структурами как окончательный разрыв существующих в период последних 50 лет прошлого столетия двухполярного разделения континента на конкурирующие враждебные лагеря. За членство в ЕС высказалось 77% участвующих в голосовании, 22% было против. 23 июля 2003 года договор о присоединении был ратифицирован. В ночь 1 мая 2004 года Польша стала членом Европейского Союза. Теперь к другим новостям. Польша обратилась к Чехии с просьбой не допустить так званый абортный туризм. В Чехии хотят упростить процедуру абортов для иностранок. Власти опасаются, что из-за этого вырастет количество полек, которые захотят воспользоваться услугами по прерыванию беременности в соседней стране. Республика Польша просит соседей не упрощать процедуру абортов. В марте уровень безработицы в Польше был на самом низком уровне в Европейском Союзе. На втором месте находится Чешская республика, а на третьем – Нидерланды. Несмотря на пандемию, польская экономика показывает неплохую устойчивость на рынке труда. В воскресенье верующие в Восточной Церкви начали празднование Пасхи. Для православных и греко-католиков пасхальные праздники выпали в этом году через четыре недели после католических торжеств. Разница в сроках празднования связана с использованием юлианского, а не григорианского календаря, а также немного другого способа определения даты этих праздников. Поздравление по случаю Пасхи сделано украинском языке мэр Врослава Яцек Сутрик. Шановні православні та хреко-католицкі мешканці Врослава, починаєте великий день, який і в тому році будете святкувати у пандемічний час. Але це свято радости та надії. Я від щирого серця бажаю здоровых та родинних свят. Я радий, що ви у Врославі, що є частиною нашого міста і творите його разом з нами. Всіх вам добрих! Добрих свят! Випуск новостей подошел к концу. Подписуйтесь на наш канал, чтобы оставаться в курсе самых актуальных событий Польши. До скорых встреч! Увидимся через неделю! Субтитры создавал DimaTorzok